Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов. В Халмыкии местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотического средства. По версии следствия, 3 ноября 2023 года в вечернее время обвиняемый, встретившись около своего домовладения в селе Джалыково Лаганского района, с односельчанином в ходе конфликта, переросшего в потасовку, нанес мужчине один удар ножом в область шеи, после чего принял меры к сокрытию орудия преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался. На следующий день в ходе обыска в домовладении обвиняемого обнаружено и изъято наркотическое средство «Конопля» в крупном размере, которое он хранил у себя дома для личного потребления в период с 10 октября по 4 ноября 2023 года. Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов Следственного управления, оперативных сотрудников МВД по Республике Калмыкия, обвиняемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Также установлено место, где мужчина спрятал орудие преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Участковым уполномоченным полиции Яшкольского района пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов местным жителям. У правонарушителя 36-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты орудия улова, лесковая сеть длиной 60 метров и незаконный улов. Изъятая рыба направлена на их теологическое исследование, по результатам которой органами дознания полиции будет принято процессуальное решение. Министерство цифрового развития Калмыкии ведет планомерную работу по внедрению электронного документа оборота в рамках обучающих семинаров. Специалисты подведомственных учреждений органов исполнительной власти региона в очном формате проходят подготовку по эффективному межведомственному электронному взаимодействию с федеральными и региональными органами власти от регистрации и контроля до исполнения документов. Этот метод относится к показателям цифровой зрелости госуправления, отметила первый заместитель министра Баир Манджиева. Современный подход позволяет автоматизировать работу со сведениями, задачами и процессами, оптимизировать документы, оборот, повысить его эффективность, сократить время на обработку запросов. А теперь кооперативные сводки оригинальной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 25 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенных права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации, вынесено 8 618 постановлений об административных правонарушениях. 14 июня в 22 часа 30 минут 34-летний житель республики Дагестан, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, на 106-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольский артезиан не справился с управлением и совершил съезд в Кювет по следующим опрокидываниям. В результате опрокидывания водитель транспортного средства от полученных травм скончался в медицинском учреждении. 37-летний пассажир получил ранение. 15 июня в час 15 24-летняя жительница города Элиста, управляя автомашиной Datsun-Onda, двигаясь по федеральной автодороге R216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, на 268-м километре совершила наезд на животное с последующим столкновением со встречной автомашиной ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего жителя республики Дагестан. В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался водитель автомашины ВАЗ-2112. В медицинское учреждение доставлены два пассажира данной автомашины. В хозяйствах Калмыкии стартовала уборочная кампания. В текущем году в республике предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 276 тысяч гектаров, в том числе 245 тысяч гектаров озимой пшеницы. В связи со сложившимися погодными условиями весенне-летнего периода, отсутствием осадков и резким нарастанием температуры воздуха, созревание однолетних растений произошло на две недели раньше срока, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Земледельцы Икибрульского и Целинного районов приступили первым к уборке. Площадь обработки там составляет 67 тысяч гектаров. В Городовиковском и Шалтинском районах сейчас собирают озимый ячмень. Всего же в завершающем этапе сельскохозяйственных работ будет задействовано свыше 800 комбайнов. Ход проведения капитального ремонта Аргакинской школы проинспектировали министра образования и науки Калмыкии Булган Ангирова и вице-спикер Народного хорала парламента Калмыкии Вячеслав Бадмаев. Представитель подрядной организации доложил о том, что необходимые строительные материалы, доставленные в ближайшее время, будет закончена кровля и бригада приступит к отделке учебных классов. Рабочий трудится в две смены, задержек с сдачей объекта не предвидится. Глава Кибрульского и РМО Арслан Кикеев рассказал, что при помощи муниципалитета будет благоустроена прилегающая территория. Знать, помнить и чтить. Музыкально-поэтический вечер свеча памяти как дань советскому солдату пройдет на мемориальном комплексе Героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Об этом на брифинге в Рео-Калмыкии рассказали представители творческих коллективов. 23 июня – трагическая дата для России. Именно в этот день, в 1941 году, фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Проект реализуют работники Калмыцкой государственной филармонии имени Манджиева и Национального драматического театра имени Басангова. Также активное участие принимают артисты государственного хора имени Цибекова и симфонического оркестра Калмыкии. Вечер пройдет 21 июня около мемориального комплекса. Значимость этого проекта, наверное, актуальна будет всегда. И хочется, чтобы эта актуальность оставалась. В истории нашего государства есть даты, мимо которых проходить просто нельзя. Речь идет о 22 июня, начале Великой Отечественной войны. К великому сожалению, очевидцев тех событий все меньше и меньше. Молодые поколения растут, и наша задача, чтобы они помнили, знали нашу историю. В проекте будут звучать документальные истории. Что это? Это отрывки из писем. Невозможно солгать, когда у тебя есть документ, правда, чувства, изложенные солдатом, ребенком тех тяжелых дней. В региональном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие дети от 11 до 13 лет. Юные патриоты Калмыкии сливновались в ряде конкурсов. Ребята опробовали себя в роли командиров отрядов, не монстрировали навыки в спортивном ориентировании и управлении БПЛА. Также Республиканский центр молодежи провел региональную юно-армейскую игру «Дилвыр», которая приурочена к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К нам приехали ребята из пяти муниципальных образований и города Элисты. В общем, принимают участие 72 человека, ребенка. И сегодня ребята прошли часть испытаний, как индивидуальных, так и командных. Ежегодно наше мероприятие получается оригинальный финал. Сюда приезжают районы, город, команды по 10 человек для того, чтобы выявить победителя, который будет рекомендован на всероссийский финал победы и представлять республику нашу. Оно сегодня проходит у нас при поддержке главы Республики Калмыкия Батухасикова и комплексной программы «Регион для молодых». То есть надо об этом тоже сказать. Спасибо большое Росмолодежи за то, что они поддержали. И, соответственно, мы реализуем это мероприятие. В Ставрополе завершился 32-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Делегация Калмыкии представила свое творчество, талант и мастерство и была достойно отмечена. Ансамбль калмыцких народных инструментов «Баир» стал лауреатом второй степени в инструментальном направлении. Владимир Чангаев удостоен диплома третьей степени в танцевальном направлении. Кермен Черкасова привезла спецдиплом за сохранение народных традиций в вокальном направлении. Александр Ларионов и Алиса Шелбурова получили спецдиплом за проникновенность исполнения в театральном направлении. В Республике Дагестан прошел чемпионат России и РФСЛ по стрельбе из лука в дисциплине 3D. Ежегодные соревнования собрали лучших спортсменов со всей России. Наша команда не стала исключением и показала отличные результаты. В чемпионате страны женская команда заняла третье место. В чемпионате РФСЛ женская команда заняла первое место. В классе «Спортинг» золотая медаль у Саглары Мариловой. В классе «Исторический лук» бронза у Делгергоряевой. В выпуске новостей также и другие передачи нашего телеканала. Смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и Ростелекома на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok